Человеку опасно видеть себя в истинном свете, потому что жить тогда становится просто невозможно. Это слова Джека Лондона, и я считаю, что эти слова лучше всего описывают самообман, в котором живет большинство людей нашей планеты. Это о том, что люди предпочитают обманывать себя. То есть они предпочитают обманывать себя во всем. Все богатые жулики, все девушки меркантильные шлюхи. И я не хочу знакомиться с этой женщиной, мне пока не нужны отношения, мне сейчас не до этого и так далее. И в итоге все это сводится к тому, что внутренний напряжение, внутренний конфликт очень сильно растет, растет, растет. То есть с одной стороны ты чего-то хочешь в этой жизни, хочешь либо что-то достичь, либо от чего-то избавиться, но ты это не делаешь, и у тебя нарастает внутреннее напряжение. Многие люди предпочитают думать так, то есть мир плохой, а я хороший. Да, то есть это они меркантильные, это с девушками что-то не так, потому что они сами на меня не напрыгивают. Это все успешные люди, какие-то там хитрецы и подлецы, то есть вот, а я такой белый, пушистый, классный. Это очень удобная позиция, потому что человеку, который ничего в жизни не делает, нужна оправдательная конструкция, то есть именно этим они и занимаются. Они придумали себе миф о том, что все это плохое, а я вот такой вот хороший. Это удобно, это очень удобно, и многие из этого вылазить не хотят только по одной причине, потому что как только ты скажешь себе правду и поймешь и признаешь, что никто кроме меня не виноват в моих неуспехах и в том, что у меня нет того, чего я хочу, в этот мир становится, как сказал Джек Лондон, жить тогда становится невозможно, невыносимо горестно. И, собственно говоря, есть еще такие люди, которые говорят, что нет, это все мое трудное детство, это мои там родители меня так воспитали, это мои комплексы, это школа, это все оттуда. Какая разница, откуда это? У тебя есть данность, у тебя есть условия, которые надо решить. Либо ты продолжаешь жить в них, либо ты говоришь хер с ними, с родителями, со школой, с негативными установками, я беру на себе ответственность все поменять. И это только твой выбор, либо оставить так, либо с этим что-то сделать. И, собственно, как это можно сделать? Можно либо обратиться к профессионалам в любой сфере, либо сделать это самостоятельно, неважно, но для того, чтобы хоть какие-то действия начались в ту сторону, в сторону изменений, улучшений. Самое главное, основное – это внутренняя честность и искренность с самим собой. Если ты будешь продолжать обманывать себя, если человек, который болеет, не признает, что он болеет, он никогда не пойдет к врачу и не вылечится. Как-то так. И, значит, единственное, наверное, могу сказать, что самообман иногда полезен, но очень редко и в очень редких случаях. Я для тебя скажу отличный рецепт. Как рецепт придумал один из наших самых лучших учеников, который приехал к нам из Манчестера, Георгий. Георгий, тебе большой привет. Он сказал следующее. Мне понравилось, что на этом тренинге можно включить режим «делай все, что тебе скажут, а я тут типа совсем ни при чем». И в этом состоянии намного легче управлять, делать упражнения. Значит, соответственно, отличная фишка. Приглашаю тебя к себе на тренинг-практика, где ты сможешь включить тот самый режим «делай все, что мне скажут, а я здесь ни при чем». И именно в этом режиме ты получишь тот самый результат, о котором мечтаешь. Если уж обманывать себя, то хотя бы так положительно. С 12 по 15 декабря Москва, новогодний тренинг-практика, дополнительный день, специально приглашенный гость. Ты и несколько твоих единомышленников, и мы вместе дойдем тебя до результата. Все. Ссылка под видео. Записывайся.